На штабе по комплексному развитию региона губернатор Алексей Русских сделал акцент на помощи семьям военнослужащих в зоне специальной военной операции. В регионе продолжает работать программа кураторства. За каждой такой семьей закреплены сотрудники правительства. Я постоянно встречаюсь с семьями военнослужащих. Мы стараемся максимально ответить на все их вопросы, разрешить их проблемы. Сегодня также встречусь с матерями и женами погибших воинов. Их мы должны окружить особой заботой. Я прошу все службы быть максимально оперативно готовыми и включиться в вопросы, которые зададут участники этой встречи. На прошлой неделе в Ульяновской области с успехом прошел седьмой международный форум деловых женщин. Глава региона дал высокую оценку событию, подчеркнув, что форум стал авторитетной и серьезной площадкой для начинающих и состоявшихся бизнес-леди. Особенно приятно, что Ульяновский экспортный центр вошел в тройку лучших по итогам конкурса лидеры поддержки женщины в экспорте. В Ульяновской области реализуется национальная стратегия действия в интересах женщин на 2023-2030 годы. По данным статистики, из 145 миллионов населения России, 80 миллионов составляют женщины. В Ульяновской области аналогичная статистика. В регионе проживает 54% женщин от всего количества населения. По данным тоже федерального Росстата, почти 50% женщин трудоустроенные и продолжают свою трудовую деятельность. Поэтому в 2020 году была разработана стратегия в интересах женщин, которая закончила свое действие в 2022 году. И, конечно, те результаты, которые были показаны, а именно на 38% сократилось количество абортов. И с 456 до 100 наименований сократилось количество трудовых мест, на которых раньше женщинам нельзя было работать. На 15% сократилось количество женщин, которые работают на вредных производствах. О ситуации на рынке труда Ульяновской области и принятых мерах по состоянию на 7 марта рассказал новый руководитель Агентства по развитию человеческого потенциала и трудовых ресурсов. Ситуацию на рынке труда можно оценить как стабильную и прогнозируемую. Уровень регистрируемой безработицы составляет меньше 0,5% или 2700 человек. Если мы возьмем методологию МОД и оценку рынка труда именно по этому критерию, то можно сказать, что на сегодняшний день, сравнивая с итогом 2022 года, у нас тоже идет снижение. А незначительный уровень общей безработицы по МОД у нас оценивается в 3,7%. На территории Ульяновской области реализуется национальный проект здравоохранения. В регионе работа ведется по восьми направлениям. В их числе развитие детского здравоохранения, борьба с сердечно-сосудистыми, онкологическими, социально значимыми заболеваниями, развитие первичного звена медицины и ранней диагностики. В раках национального проекта в текущем году мы продолжаем переоснащать основные клинические базы, в раках которых и на базе которых оказывают экстренную медицинскую помощь пациентам онкологического и сердечно-сосудистого профиля. То есть это первичное сосудистое отделение, соответственно, это специализированное диагностическое оборудование, внутрозвуковые аппараты, аппараты ИВЛ и так далее. И областной клинический онкологический диспансер, в рамках которого будет приобретено специализированное оборудование. В Ульяновской области проходит неделя нацпроекта здравоохранения. По словам губернатора, вопросы медицины в регионе остаются проблемными. Об этом свидетельствуют данные Центра управления регионом. Больше всего обращений ульяновцев касаются работы первичного звена медицины. В ближайшее время губернатор запланировал посетить несколько учреждений здравоохранения и сделать это без предупреждения. На заседании также обсудили вопросы общественного транспорта. По ТП-1 получил 50 автобусов. Все их зарегистрируют до конца марта. Также до конца месяца 20 новых Семазов выйдут на маршрут номер 59. По электротранспорту ситуация не такая радужная. В Ульяновске работает около половины имеющегося подвижного состава. Остальные в ремонте до апреля. Что касается троллейбусов, они все исправны, но не хватает водителей. Проблему с кадрами обещают решить в ближайшие месяцы. Стажеры уже проходят практику.